Качество Необходимо предпринимать меры, которые позволят прогнозировать, не сложится ли ситуация, когда закрытые вузы не дадут возможности вне столичных городов или в достаточно удаленных от центров цивилизации российских городов людям иметь доступ к образованию, к высшему образованию, что заложено в Конституции Российской Федерации. На сегодняшний день реформа коснулась в первую очередь негосударственного сектора, филиалов государственных вузов, которые, как правило, находятся в тех же городах, где находятся и государственные университеты, и крупные негосударственные вузы. Поэтому в этом смысле здесь риск очень небольшой. Но то, что должно быть сделано очень аккуратно, это любое изменение статуса студента, переход его из аккредитованной программы в неаккредитованную программу, должен сопровождаться очень хорошо организованными предварительными мерами, с возможностью перейти в другой университет, закончить ту образовательную программу, на которую человек совершенно законно поступил, и преподавателям нужно иметь возможность выбрать ту или иную свою профессиональную траекторию. На мой взгляд, сегодня это соблюдается в большинстве случаев, поэтому я бы оценил эту часть реформы как позитивную и нацеленную действительно на улучшение качества образования, а не на экономию средств, что очень существенно в этой ситуации.